Музыка Ребят, всем привет! Мы снова в Хукоплейс. Нас давно не было. Вот, наконец-то мы получили кальян МакПир. Сегодня про него снимем небольшой обзор. Расскажем о этом кальяне, где производится, покурим на нем, свое мнение выскажем. Ну и также сделаем мини-превью к Хукари Мачо, который состоится в пятницу. Здесь же Хукоплейс. Про кальян МакПир уже много сказано. Кальян набрал большую популярность. Появилась вторая модель Симпл, но у нас на обзоре сегодня модель Классик. Делают ребята в городе Краснодар. Появилась компания буквально месяцев 6 назад, точно не знаю, но она совсем недавно на рынке и, повторюсь еще раз, набрала огромную популярность. Многие говорят, что это лучший кальян российского производства за счет своей долговечности, своего качества и, в принципе, доступной, относительно доступной цены, относительно других кальянов из нержавейки. Ребята делают свои колбы. Это очень круто, когда кальяны приходят с колбами, потому что российские кальяны, много классных, точнее, российские шахты, много классных дизайнов, но приходят без колб. Их приходится ставить на обычные колокола, либо китайские треугольные колбы, и это уже немножко теряет свою концепцию. В Китае российский кальян какой-то получается. Не совсем мне это нравится, но я больше люблю, когда кальяны приходят в полном комплекте, пусть даже это немножко дороже стоит. Прозрачная колба, тяжелая, стандартным диаметром под шахту. Основание нержавейка. На основании есть название кальяна, есть даже логотип Кука Плейс, есть серийный номер кальяна. У нас он 268-й. Почему Мэтт Пир? Мэтт Пир – это матовая груша. Так как кальян краснодарский, Краснодар – это, наверное, столица земледелия России. И есть там сорт какой-то такой матовой груши. Вот ребята ушли от названия Хука. Просто вот назвали матовая груша. Как они сами говорили, что немножко отталкивались от названия Apple, да, что яблоко вроде компьютера и вроде вот яблока. И им, конечно, сильно далеко, как они сами говорят, но название, в принципе, прикольное, необычное, не как у всех. Хука, РФ, Хука, еще чего-нибудь. Вот именно Мэтт Пир. Как прикольно звучит, основание, трубка из нержавейки, отлично закручивается. Сама шахта, шахта диаметра не сильно большого, диаметр приблизительно 12 мм. Я, опять же, не замерял, но мы его курили уже не раз и тяга у него отличная. Плюс у него также есть блюдце, кстати, очень бомбовое, практически плоское, с небольшой такой нарезочкой. Так вот, про тягу. Фишка в чем? У этого кальяна также есть история, как мы разбирали крафт, который вот сейчас мы курим, с диффузором. Есть диффузор, который можно закрутить, и ты получаешь легкую воздушную тягу, без бурления. Курица очень легко и непринужденно. Второй вариант – это деталь без диффузора. С этой деталью ты получаешь тягу, как у Халилма Муна. Хотя, на самом деле, я не пробовал без диффузора курить, только на диффузоре курили. Вот, сейчас мы на ней попробуем, расскажем, кстати, как легко или нет. Ходник под шланг силиконовый, спокойно одевается силикон. Не такого большого диаметра, как у Хука 3. Силикон спокойно одевается. К нам в комплекте пришел силикон от компании Джинни, такой рифленый, обычный стандартный уплотнитель. Вот, и все это без проблем одевается на шахту. И мундштук, мундштук с логотипом Матпира. Это вот, как раз-таки, матовая груша. Вот, в принципе, весь кальян в сборе. Невысокий, 65, наверное, на сантиметров. Опять же, я не замерял. Минимализм, качество, нержавейка. Все, как бы, круто. Сейчас мы забьем что-нибудь и покурим, и расскажем, что есть ощущение от курения. Не стали мы забивать новую чашку. Поставили чашку с Крафта, которую мы курили. Это Винтаж, забили туда Сивилия Оранж от Танжирса и Фумари Уайт Гами Бир. Получился очень прикольный, на самом деле, легкий цитрусовый вкус. Так, ну, попробуем без диффузора. Правда, не курил сейчас. Расскажу свои ощущения. Ну да, тяга стала гораздо приятнее, потому что я не любитель легкой тяги. Мне больше нравится побурлить, что ли. Мне нравится тяга у Холил Мамунов. И вот здесь без диффузора как раз эта тяга и получилась. Даже за счет того, что диаметр шахты немножко меньше, чем у КМов, у Шерифов тех же, тяга не хуже. Все довольно-таки легко курится, но с небольшим напряжением. Что хочется сказать о кальяне. Кальян по праву считается одним из лучших кальянов российского производства. С ним никогда ничего не случится. Если какие-то царапины, это все можно спокойно шлифануть. Выглядит он круто, минималистично. И цена этого кальяна у нас в магазине 14 тысяч рублей. Понятно, что кальян далеко не для всех. Но ценители, любители, коллекционеры, кальяны, в принципе, себе могут позволить такой кальян. Но это круто, когда у нас стоит, когда есть такая премиальная модель в коллекции. Поэтому всем советуем, нисколько не пожалеете о выбранной модели. Сейчас я уже говорил в начале, что есть более бюджетная версия симпл. Но она также сделана часть из пластика. Но там уже, конечно, не та долговечность, которая присутствует у этого кальяна. Но кальян отличный. Оправдал все ожидания. Ну, а теперь, как и обещали, небольшое превью конкурсу «Хукари матч». Конкурс уже стал культовым по России. Прошел он уже во множестве городах. Есть уже свои рекорды. Есть там супер-рекорды. Как там Дима Густой за 7 минут приготовил 10 кальянов. Основатели конкурса – это команда «Джонгальяна Ти Ви» и сам Антон Гайворонский. Первый рематч прошел в «Хукаплейсе» на Лабянке. И потом, так сказать, поехал по городам. Вот и сейчас он дошел до нас, этот конкурс. Пройдет это все в пятницу в «Хукаплейсе». Начало в 6 часов вечера. Всех ждем, всех приглашаем. Так как у нас заведение не сильно большое, то есть ограничения. И всего мы в продажу пустили 50 билетов. Надеемся, что всем желающим хватит. Так как все равно не сезон. Многие уезжают на Байкал. Но надеемся, что будет полный зал. Приедет сам Антон. Те, кто хотят с ним познакомиться лично, пообщаться, да просто даже сфотографироваться, приходите, всех будем ждать. Немножко о конкурсе. Конкурс включает в себя задачу приготовить за максимально короткое время 10 кальянов, аля такая запара в кальянной, без всяких там украшений и так далее. Вот именно рабочий процесс кальянщика. Насколько ты быстр, насколько ты организован. Тебе нужно будет приготовить за 10 минут 10 кальянов, подать их свидетельству, раскурить и закончить с лучшим временем. Команда участников уже собрана. Есть 7-8 человек. Пока не решили, будем мы добивать будет ли именно 8 человек, потому что по регламенту максимум 7. Но желающих оказалось много. Приедут ребята с Читы, приедут ребята с ОЛНУД, приедут ребята с Красноярска. Поэтому еще раз скажу, что всех ждем, всем будем рады. Спасибо за просмотры. Пишите. Будем отвечать на ваши комментарии. Всем спасибо. Всем пока.